ДИШАНЬ Мы сейчас находимся в Дишань, керамической столице Исина. И здесь находится знаменитый Дишаньский музей. Исинского чайника. И рассказывающий о производстве керамики не только из этих чайников, но и керамики вообще. От самого начала, от раннего неолита до современных дней. Очень интересные такие столики, глазурированные, которые тоже делаются в Исине. Причем у него развивано значение. Это как и чайный столик может быть из глины, так и столик для ГО. Здесь вот первые, можно сказать, произведения гончарного мастерства, которые были найдены во время раскопок в 1991 году. И по заключению ученых, это первый глиняный горшок еще аж в период раннего неолита. И что важно, это не просто глиняный горшок, а он уже был покрыт глазурью. И здесь вот в этом зале много подобных экспонатов. А в этом зале керамика династии Хань. Вот видно, уже все горшки стали более, скажем так, модернизированы. Вот новые формы появились. Вот, но пока еще нету знаменитых осельских чайников. А здесь представлено несколько изделий династии Тан и династии Су. Все возможные инструменты для производства чайников. То есть и разные мастерки, и резцы, и тангенциркули, такие своеобразные, да. И разглаживатели. Потом, значит, формочки, самые всевозможные. То есть видно, какое огромное количество инструментов должен владеть настоящий мастер. А здесь вот два таких очень важных предмета для любого гончара. Первое – это, значит, такая кулатошка, которая разбивается, так вот подготавливается глина к изготовлению, собственно, заготовки, основного тела чайника. Вот, а это такой вот уже современный гончарный металлический круг, который можно встретить почти в крайже и в мастерской в осине. Здесь экспозиция первых раскопок, первых, скажем так, истинских чайников, раннего периода династии Цин. Здесь, в основном, крышечки и носики, и совсем немного цельных чайников. Причем видно, какие разные были формы уже тогда, то есть и круглые, и квадратные. Потом здесь вот, например, отпечатка маленькой фигурки черепахи. А здесь легендарный основатель, вообще, открыватель истинской глины. Так вот по-английски написано weird monk. К сожалению, не понял, как это по-китайски. Ну, в общем, такой вот необычный монах, можете так перевести. Вот. И он легендарный основатель, вообще, всего истинского, собственно, производства истинской глины. То есть, ну, здесь написано, что первый открыватель США. Здесь, как раз, показано, что из большого количества породы можно использовать только небольшой слой. И показано огромное количество разновидностей истинской глины. И, соответственно, разные, то есть, порода, да, и глина, которая из нее получается. И можно посмотреть, какое количество разнообразия цветов и оттенков здесь есть. Наиболее известная форма истинских чайников и кратко описана их история. А в этом зале уже представлены работы мастеров 20 века, некоторые из которых уже умерли. Вот. И наиболее знаменитые их работы. Чайник очень известного, можно сказать, уже легендарного мастера Фан Шу Цзен. Его имя и очень оригинальная использовательная технология. То есть, здесь настоящий хаитянский нефрит и в ручке, и в крышечке, и в носике чайника. Вот. Крайне редко такое делают мастера сейчас. Можно сказать, что я вижу такое второй раз в жизни. Я думаю, что уже все, оказывается, еще даже очень нет. А в этом зале произведение современных мастеров. Причем самые оригинальные. Вот таких вот футбольных мячей из осинской глины, которые, когда смотришь, просто, ну, невозможно отличить от настоящего до чайников крайне оригинальной формы. Конечно же, осинские мастера известны не только осинскими чайниками, но и всевозможной мелкой керамикой. То есть, миниатюрные такие вот вазочки, самые разные, там, горшки для цветочков. Все, что только можно сделать из глины, то есть и чайные фигурки, и скульптура. Сейчас мы находимся в зале современных мастеров Исина. Здесь представлены их лучшие работы. Тут встречаются потрясающие просто экспонаты. В музее есть даже свой небольшой кинотеатр, где транслируют фильм о производстве осинских чайников, ну и вообще о осинской культуре США. Я люблю тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok